Не секрет, что женский пенсионный возраст ассоциируется со старенькими бабушками, сидящими на лавочках, платочках на головах, тапочках и шерстяных носочках на ногах. А мы представляем коллектив, который использует платочки и фарточки только в театральных постановках. На самом деле они другие, они вот такие. Это участницы клуба «Надежда» Центра культуры и досуга города Барабинска, руководитель клуба Рита Александровна Чурсина. Женщины не теряют времени зря и постоянно обогащают свой досуг новыми интересными увлечениями. Они с удовольствием поют, читают стихи, танцуют, занимаются театральными постановками, с которыми выступают на традиционном креатив-шоу «Господа своего настроения». На самом деле они сами создают себе настроение от макияжа, к примеру, перед демонстрацией модели одежды, креативного костюма, до непосредственного участия в самом мероприятии. А вот плоды их увлечений садом и огородом неоднократно были представлены на выставке «Дары природы». Женщины занимаются также декоративно-прикладным творчеством. Их работы, представлены на выставках, вызывают восхищение, восторг посетителей. А их кулинарные изделия не оставляют равнодушными любителей пикантных блюд. Красота оформления стола присутствует даже на природе, например, на берегу озера Сартлан. А как же иначе, ведь культурно-спортивный слет – это одно из самых любимых мероприятий, в которых участвует клуб «Надежда». Не менее привлекательна для них акция «Чистый берег», которая проходит также на берегу озера Сартлан. А как увлекательные поездки на лыжную базу Барабинского района, где после лыжного пробега приятно попить чайку, перекусить и попеть добрые песни под баян. К любимым мероприятиям участницы клуба, как пионеры, всегда готовы. И все эти увлечения – признак отличного здоровья и позитива, которые участницы клуба получают благодаря занятиям йогой и скандинавской ходьбой. Об этом Рита Александровна Чурсина, руководитель клуба «Надежда». Клуб «Надежда» – можно сказать клуб по интересам. У нас 20 человек, и каждый нашел свое дело по душе. Мы занимаемся рукодельем, поем, танцуем, всякие юмористические сценки, а также мы любим путешествовать. Посетили два раза Алтай, были в Ачерском монастыре под Омском, а также на станции Карачи, добивали два раза в аквапарке. Активное участие мы принимаем во всех мероприятиях, которые проходят в Центре культуры и досуга. Но все-таки основная деятельность нашего клуба – это спорт, йога и скандинавская ходьба. Нашему клубу в прошлом году исполнилось 10 лет, и все это время мы три раза в неделю ходим на йогу. Йога – это растяжка и гибкость, и это позволяет нам вести активный образ жизни. Татьяна Ивановна Лукашевич. 18 ноября 2018 года в Новосибирске состоялся фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Хади Новосибирск». Его организаторами явилась Общероссийская Федерация Северной Ходьбы. Эта федерация объединяет ходоков со всей России и более 50 регионов страны. Было организовано в 2016 году, 10 февраля. Скоро будет пять лет со дня организации. Этот фестиваль был организован при участии Ирины Слуцкой, олимпийской чемпионки, потому что она возглавляет школу скандинавской ходьбы в России. А также был приглашен основатель скандинавской ходьбы Марка Кантанева. Это известный финский спортсмен, лыжник. И они проезжают сейчас все страны мира и проводили мастер-классы скандинавской ходьбы. Мы приняли участие в этом мастер-классе, нас научили ходить и вручили сертификаты, что мы имеем право обучать даже других сертификатов, имеют определенную форму. Что такое скандинавская ходьба? В настоящее время скандинавская ходьба – это самый доступный, полезный и безопасный вид активности. И он объединяет людей всех возрастов. И его преимущества в первую очередь, что здесь можно любой, люди любого возраста принимают участие. Задействовано при тренировке более 90% всех мышц. И как бы не сильно финансово затратный вид активности, потому что для того, чтобы научиться ходить и ходить, нужны только палки скандинавские. В настоящее время все больше и больше число людей занимаются скандинавской ходьбой. И у нас в Арабинском районе занимаются скандинавской ходьбой более 200 человек. Смотришь на этих женщин и не перестаешь удивляться. Они способны покорить своей женственностью, молодостью, красотой, восхитить мастерством и фантазией в рукоделии, удивить энтузиазмом, энергией и активностью, привести в восторг своей смелостью, желанием познать неизвестные и не всегда безопасные, доказать, что можно жить до 100, не меньше. И помнить маленький секрет, есть дни рождения у женщин, а возраста у женщин нет.